Наша программа продолжается и у нас в студии директор «Время кино» Альбина Нафигова. Доброе утро. Доброе утро. Альбина, ну не только футболом на площадках мы живы, да, но еще и футболом в виде кино. Расскажите, пожалуйста, про ваш проект. Какие фильмы смотрят? Какие фильмы еще будут смотреть? Цикл показов «Здоровый интерес» он посвящен чемпионату мира. Проект вообще по заказу Министерства культуры, а мы исполняем, поскольку, ну, наше поле деятельности – это как раз кинопоказы и кинофестивали. И нам показалось, что очень интересно, когда у кинопоказа есть тема. И спортивная тема как раз и сподвигла нас к тому, чтобы назвать ее «Здоровый интерес». Интерес к кино, интерес к спорту и привлечение широкой аудитории спортивной кинематографу, а кинематографической к спорту. Ну, нам показалось, что это классный микс. А когда мы стали осваивать новую площадку, это абсолютно новая площадка, то есть прежде там вот кино на этом пространстве вообще не показывалось, оказалось, что аббревиатура у Горкинско-Аметевского леса – это «Гол». И нас это так вдохновило, что часть конкурсов, потому что помимо показов у нас очень много партнеров с призами, там разыгрываются вот как раз призы, проводятся конкурсы. И один из самых смешных конкурсов – это как раз кто дольше прокричит это слово «Гол». Это хорошая тренировка. Наверное, плавцы, наверное, должны побеждать, да? Или певцы. Или певцы. Сколько фильмов всего запланировано? Запланировано шесть показов, два уже состоялось. В прошлый раз мы показывали как раз фильм о создании FIFA, о первом матче, который прошел в Урагуае, о взлетах и падениях этой ассоциации, как оказалось, спортивный менеджмент очень схож с кинематографическим. Поэтому нам было интересно даже самим как зрителям. Потому что это абсолютная новинка, мы нашли ее на иранском кинорынке. Фильм был в селекции Каннского фестиваля. И вот так вот, в общем-то, мы достаточно креативно подошли к подбору программы. Нам показалось, что должен быть охват и по эпохам, в том числе футбола, самого становления, и по географии кинематографической. То есть в программе фильмы от советских времен. Первый показ у нас был архивный, мы рискнули, потому что фильм 36-го года из копилки Ленфильма. Далее у нас европейский фильм, будет российская новинка кинопроката «Моя жизнь», будет «Байопик Пиле» вот в ближайшее время, 4 июня. И какие еще фильмы будут, это мы узнаем после небольшой рекламы. Оставайтесь на ТНВ. Не переключайтесь. Всем снова доброе утро. Сегодня, кстати, у нас будет еще и розыгрыш билетов на пляже Ривьера и на концерт Нюши. Вы их сможете выиграть. Следите за нашей программой. Ну а пока мы продолжаем разговор на тему кино и футбола. Альбина, скажите, пожалуйста, а кто приходит на эти кинопоказы и как реагирует зритель? Вообще в основном аудитория семейная. К этому располагает и содержание самой площадки. Это парк. Это самый большой парк, поэтому народу приходит много, там хороший трафик. И, однако, фильмы на улице. Вообще, в принципе, когда-то в городе начали вообще этот проект, показы вот в парках и скверах задолго до чемпионата. И раскачивали как раз площадку киносреда. Вот. И тогда мы заметили, что люди от привязки к местности, аудитория различается. Вот. Если там была такая аудитория любителей интеллектуального, арт-хаусного кино, хотя мы подкармливали в том числе и, так называем, мы между собой называем попсовыми хитами. Вот. Но здесь аудитория, конечно же, семейная. Дети под покром темноты уезжают на колясочках. И остается в основном молодежь. Молодежь и молодые семьи. Вот. В последний раз молодежи было даже побольше. Видимо, потому что все-таки содержание фильма тоже имеет значение. Вот. Какие еще фильмы, наверное, да, зрители? Да, конечно. Это обязательно. Мы решили завершить вообще весь этот цикл документальным кино, потому что у документального кино прокатная судьба, ну, мы все знаем, не очень успешная. Тем не менее, некоторые документальные фильмы по охвату достойны очень большой зрительской аудитории. Фильм будет посвящен медийному противостоянию Роналду и Месси. Более того, когда сначала, значит, у нас исчезает команда Месси, мы думаем, ну, вот противостояние как бы не получилось. И вслед за этим исчезает команда Роналду. То есть даже в этом они оказались вот так вот на равных. Фильм очень интересный. Это британский кинематограф. И выстроен он, ну, мы узнаем и историю, и медийную, и биографическую обеих звезд. Вот. Также, кстати, 4 июля мы посмотрим еще про одну звезду футбола. Это про Пиле. Вот. И также будет российская новинка кинопроката «Моя жизнь». Ну, это такая история успеха, основанная на реальных событиях. Все фильмы основаны на реальных событиях. «Моя жизнь». А это успех чей? Это простая история. Ну, то есть это не посвящен какой-то конкретной, не привязанной никакой конкретной персоне. Это просто страсть к футболу с детства, идущая и ведущая человека на преодоление к своей цели. То есть это скорее художественный фильм? Нет, вообще все фильмы остальные, они художественные, да, да, да. То есть это мы решили завершить документалки, но британское кино, во-первых, очень зрелищное, и потом сама тема «Противостояние» и две такие мегазвезды. Я думаю, что будет очень интересно посмотреть 13 июля. И мы завершаем как раз этим документальным фильмом. Ну, то есть вы считаете, что все же уличные кинопоказы, они нужны, и аудитория разнообразна? Они необходимы вообще на самом деле. Я сама в детстве жила вот здесь, неподалеку как раз от вашего телеканала, и у нас уличные показы, в принципе, были, ну, регулярны. И так получилось, когда я работала в кинотеатре «Мир», мы брали интервью одного из старейших механиков города, и во время вот этого интервью я обнаружила, что вот этот механик показывал мне в детстве фильм «Белые росы», да. Причем сама организация зрителя на уличных показах – это такая особая атмосфера. Там, ну, то есть когда мы это все начинали, нам говорили, вам нужна охрана, вам нужно вот это. Мы говорим, зачем? Мы помним, в детстве было вот таким образом все это, что объединялись дворами люди, и никто никому не мешал, все с уважением относились. Там могли посидеть мужички, которые только что играли в домино, прийти мама с колясочкой, с засыпающим малышом. И это такое единение. Плюс кино – это же действительно самый массовый из всех видов искусства. И оно создает еще дополнительную атмосферу, магию вот под закатными лучами солнца, как раз вот когда темнеет, а экран у нас надувной, огромная, это тоже часть шоу. Да, он стоит, как огромные ворота, дети все время. У нас еще конкурсы с мячом есть, естественно, потому что спортивная тематика. И дети стремятся, значит, к этим большим воротам. Ну, то есть это такой интерактив, который моделируется самим зрителем. Да, то есть зритель непосредственно участник кинопроцесса. Ну что ж, возобновляем отличную традицию. Пускай все получается отлично, пускай больше молодых ребят, детей приобщаются к этому искусству. Спасибо вам, удачи в работе.